Продолжается перерегистрация граждан, состоящих на учете в городской администрации на улучшение жилищных условий. Это более 2000 семей. За две недели документы успели обновить более 200 очередников. Перерегистрация у нас уже идет с 8 февраля и уже многие семьи, около 218 семей представили свои обновленные документы. На очередь будем продвигаться вперед, учитывая, что уже много семей получили жилье. Но и есть люди, которые исключены из списка получения жилья. Исходя из всех вот этих пунктов, продвижение в очереди тоже, конечно же, будет. Гражданам, которые представили свои документы в городскую администрацию в 2020 году, в том числе членам жилищно-строительного кооператива, не нужно их обновлять. Перерегистрацию должны пройти лица, сдавшие документы до 2020 года. Проводится она с целью определения нуждаемости граждан в улучшении жилищных условий. Перерегистрация направлена на то, чтобы понять, насколько изменился состав семьи тех граждан, которые стоят у нас в очереди на получение жилья. Есть случаи, когда появляются дети, семьи увеличиваются, что очень хорошо. Есть случаи, когда люди просто выезжают за пределы нашей республики. То есть случаев много. И вот в связи с этим у нас бывает необходимость время от времени проводить перерегистрацию. Перерегистрация будет длиться три месяца. Я думаю, это достаточный срок для того, чтобы все граждане спокойно смогли подготовить свои документы. Перерегистрация продлится до 1 мая. Для уточнения перечня необходимых документов нужно обращаться в администрацию города или посмотреть на сайте администрации Цхинвала. На время перерегистрации комиссия не будет принимать документы о первичной постановке в очереди на жилье. Залина Кочева, Александр Кочев, информационный выпуск сегодня.